Реальная ценность человечества – это сельское хозяйство, а продовольствие – самая стабильная валюта в мире. Об этих двух составляющих качества нашей жизни в ближайшие пять минут. Здравствуйте, в эфире Агросектор. И вновь кустанайские сельчане на гребне инновационной волны. Суровые зимы им теперь не страшны. Более того, по итогам отопительного сезона здесь даже готовятся подсчитывать не убытки, а сэкономленные средства. Район, оснастивший обычные водоколонки электронными замками, этим не ограничился и сделал то, что в отчетах скромно называется модернизация системы отопления. По сути, с нуля создали настолько эффективную схему, что впору делиться опытом и думать, на что направить сэкономленные деньги. Вот что значит Аким Технарь. Глава Миндокаринского района Кустанайской области Виктор Ионенко на должности недавно, но уже отметился несколькими ноу-хау республиканского уровня. Мы уже рассказывали об электронных водоколонках, которые работают по принципу домофона. Оказалось, это не всё. Здесь появилась новейшая система отопления. Школам, больницам, детсадам суровая северная зима теперь не страшна. 17 новых котельных вместо старых кочегарок на десятилетия обеспечат сельчан дешёвым теплом. Это позволит нам на протяжении 8-10 лет, срок службы гарантии у нас 10 лет котлов, вопросы теплоснабжения практически закрыть. Ещё весной коммунальщики со слезами подсчитывали будущие убытки от предстоящего отопительного сезона. Предприятие давно работало в ущерб. Однако инвесторы-россияне предложили решение сменить котлы и вообще заменить всю систему отопления при нулевых затратах бюджета. Несколько месяцев и пристроенные к школам кочегарки уже рассматриваются как освободившиеся помещения. А новые котлы в полностью автоматическом режиме греют здание. Котлы себе зарекомендовали достаточно хорошо. То есть экономические показатели очень высокие, теплоэнергетические тоже очень высокие. КПД котлов составит 85%. Для нашей зоны считаю, что на топливных котлах это достаточно высокий уровень коэффициента полезного действия. По всем выкладкам новая система намного экономичнее прежней. Ремонта не требует, расход топлива меньше, а коэффициент полезного действия приближается к недостижимым даже у самых эффективных систем. 100%. После этой тестовой зимы кочегарить по-новому планируют уже во всех поселках самого технологически продвинутого района Кустанайской области. С приближением зимы казахстанцы все больше запасаются мясом. О том, как его правильно выбирать и в каких количествах употреблять, расскажет моя коллега. Холода провоцирует человека потреблять больше калорийной пищи для того, чтобы согреться. По словам диетологов, в рацион питания в зимнее время года обязательно должно входить мясо, но не любое. Но прежде всего мясо должно быть проверено органами санитарного эпидемнозора. То есть там должна быть обязательно печать поставлена на туши, и оно должно обязательно пройти эту комиссию. А во-вторых, мясо не должно пахнуть. То есть чисто визуально мы должны видеть, что на мясе нет пленки, что оно не пахнет чем-то протухшим, что цвет мяса должен быть все-таки прозрачный, блестящее мясо должно быть, независимо, конина это или говядина. Сочное, красное, а главное полезное мясо всегда было на столе у кочевников. Гастрономические предпочтения наших предков в особенности отдавались конине. Неспроста ведь конское мясо, гиполергена, в нём велико содержание витаминов группы Е и В. Но конина является диетическим продуктом. Это самое полезное мясо конина. Конина является лечебным продуктом. По составу аминокислот, белковому составу, это самое оптимальное, сбалансированное мясо в этом плане конина. Как говорят врачи-диетологи, мясо достаточно потреблять один раз в неделю в умеренных дозах. Питание человека должно быть сбалансированным по составу белков, жиров и углеводов. Мясо, в свою очередь, богато витамином В, который отлично борется с усталостью и раздражительностью. И поскольку морозы уже не за горами, провизией запастись на зиму лучше сейчас. К примеру, традиционные сельскохозяйственные ярмарки в Астане дают отличную возможность приобрести социально значимые продукты питания по доступным ценам. На этом пока всё. Материалы программы «Агросектор» вы найдёте на сайте 24КИЗ. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе важных событий. Редактор субтитров А.Сёмкин